Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия кратно увеличила производство военной техники и боеприпасов. Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с докладом на Московской конференции по международной безопасности, в ходе которого сообщил о кратном увеличении производства военной техники в России. По словам Шойгу, российским предприятиям при помощи государства удалось в сжатые сроки нарастить производство ракет, артиллерийского вооружения, танков, бронетехники, а также беспилотных летательных аппаратов. Переход экономики на военные рельсы придал дополнительный импульс импортозамещению и позволил загрузить российские предприятия государственными заказами. А еще резкий рост производства военной техники привел к рекордным темпам роста промышленного производства. По словам главы правительства Михаила Мишустина, рост промпроизводства в июне 2023 года составил 6,5% относительно июня 2022 года. Высокий темп роста промышленного производства привели к пересмотру прогнозов по росту российской экономики в текущем году свыше 2% в ВВП. По словам главы Минпромторга Дениса Матрова, за последний год по основным видам вооружения отечественные предприятия увеличили выпуск продукции в 2,7 раз, а по наиболее востребованные по номенклатуре в 10 раз. Для увеличения производственной активности многие оборонные предприятия перешли на работу в 2-3 смены. При этом часть предприятия переведена на круглосуточный режим работы. По словам Дениса Матрова, изменение режима работы предприятий привело к тому, что текущий объем ежемесячного производства боеприпасов превысил объемы выпуска боеприпасов за весь прошлый год. Отмечу, что помимо боеприпасов быстрыми темпами растет производство специальной техники, в частности грузовых автомобилей. Пресс-служба КАМАЗа сообщила, что в этом году российская компания, несмотря на западные санкции, выпустит с конвейера свыше 50 тысяч грузовиков КАМАЗ на компонентной базе, не зависящей от поставок запчастей из недружебных стран. Рост производства грузовых автомобилей КАМАЗ в этом году относительно прошлого составил 12%. Продолжение следует... Продолжение следует...